В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Сотрудники администрации муниципалитета посетили православный социально-реабилитационный центр Тихвинской иконы Божьей Матери, чтобы передать благотворительную помощь. Мы приехали, привезли вам одежду и вот чай вам придется. В сквере «Юность» в Видном открылась новая экспозиция. Пандемия внесла свои изменения и мы в прошлом году не смогли организовать эту выставку. На сцене центральной районы библиотеки состоялся концерт, посвященный Дню Белой Трости. 15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. В современной истории нашей страны это уже третья по счету перепись. Нынешняя отличается широким использованием передовых технологий, о которых мы сегодня поговорим с нашей гостей Надеждой Сморчковой, директором управления информационно-аналитических работ администрации Ленинского городского округа. Надежда Анатольевна, здравствуйте! Мы очень рады видеть вас сегодня в студии. Сегодня стартовала перепись, да, 15 октября, если не ошибаюсь? Да, перепись стартовала 15 октября и пройдет она по 14 ноября. Как в Ленинском городском округе будут проходить? Вообще сколько людей задействовано в этой переписи? У нас будут работать 374 переписчика и 61 контролер в переписи. То есть у каждого контролера, ну, где-то по 6, по 7 участков. И он будет контролировать работу переписчиков, те, которые будут у нас обходить территорию. Вся наша территория Ленинского городского округа разделена на счетные участки. То есть у каждого переписчика свой определенный участок, который он должен будет обойти и выполнить ту нагрузку, которая ему предстоит. Какие нововведения в этой переписи? Перепись цифровая, то есть с широким спектром. И действительно, что мы... Можно переписаться на портале государственных услуг. Это очень важно. То есть каждый может заполнить переписные листы не только на себя, но и на членов своей семьи. В среднем на... Ну, на среднюю семью, скажем так, папа, мама и ребенок уходят порядка 20 минут для того, чтобы заполнить. Затем по тому, когда уже проходит заполнение, поступает QR-код. QR-код приходит. Он приходит практически сразу. И цифровой код на каждого члена семьи. И потом, если вдруг к вам придет переписчик, вы можете просто показать этот код переписчику, то есть что вы прошли перепись. И этого будет достаточно. Надежда Анатольевна, как будет выглядеть переписчик, и как его не перепутать с мошенником? Вообще, какие вопросы в списке? Дело все в том, что вот здесь у нас представлена экипировка переписчика. У переписчика будет вот такой жилет, у него будет шарф, и, конечно, у него будет в первую очередь удостоверение. Удостоверение действительно при предъявлении паспорта. То есть если кто-то хочет проверить, то есть вот у переписчика здесь будут все его инициалы, то есть поэтому удостоверение является как бы его таким важным документом. Также у него будет вот сумка, и у него будет планшетный компьютер. Значит, мы переходим к тому, что помимо того, что, как я уже сказала, можно переписаться на государственных услугах, также можно переписаться в многофункциональных центрах, мои документы, где будут работать волонтеры, где помогут, если кто-то не сможет, то есть помогут правильно как бы заполнить документы, и также там будет работать еще переписчик. Ну и вот как мы уже понимаем, что традиционным способом, если к вам постучится в дверь переписчик, то есть вот он будет вот с таким планшетным компьютером. По телефону нельзя опрашивать людей? То есть да, по телефону, если никто не будет опрашивать вас по телефону, и поэтому никогда не надо, то есть никакие сведения о себе сообщать. То есть по телефону перепись не проводится. Важно ответить на все вопросы. 33, насколько я знаю. Переписной лист у нас, так как электронная перепись, то у нас 33 вопроса. Значит, 23 вопроса – это те, которые касаются социально-демографических показателей, и 10 вопросов – это о жилищных условиях. То есть что, значит, вот что, какие именно вопросы. Здесь пол, возраст, год рождения, уровень образования, национальность. Так как нам все-таки хочется знать, да, какой у нас все-таки национальный состав проживает в нашем Ленинском городском округе. И миграция, то есть трудовая миграция. Здесь тоже как бы это тоже очень важно, понять, где все-таки у нас большинство людей работает. А есть ли какая-то общая информация? Может быть, какой-то один контактный телефон, куда житель может позвонить и узнать подробно? Есть. Вот сейчас уже заработал телефон горячей линии Росстата, где можно задать любой вопрос, и на любой вопрос вы можете получить ответ. Телефон этой горячей линии – 8 800 707 20 20. Надежда Анатольевна, у вас есть возможность обратиться к нашим телезрителям? Уважаемые телезрители, перепись – это очень важное событие, которое проходит один раз в 10 лет. И я хотела бы обратиться к вам, потому что как можно сказать, что перепись – это действительно, вы знаете, орудие дальнего боя. По данным переписи у нас разрабатываются социально-экономические прогнозы. И если мы не перепишемся сегодня, то тогда завтра невозможно задавать вопросы. Почему у нас так строится? Мало детских садов, нам не хватает больниц, нам не хватает школ. Дело все в том, что численность Ленинского городского округа, она уже намного больше той, которая у нас как бы заявлена в статистике официально. И поэтому я призываю – перепишитесь. Мы должны знать, сколько действительно проживает у нас население в нашем Ленинском городском округе. Спасибо большое, Надежда Анатольевна, за информацию. Спасибо, что пришли к нам в студию. Мы желаем вам и вашим коллегам удачи, потому что впереди действительно очень большая у вас работа. Напомню, что у нас в студии была Надежда Сморчкова, директор управления информационно-аналитических работ администрации Ленинского городского округа. Сотрудники администрации Ленинского городского округа посетили православный социально-реабилитационный центр Тихвинской иконы Божьей Матери, чтобы передать благотворительную помощь. Заместитель главы муниципалитета Ольга Доманевская и начальник территориального отдела 6-й микрорайон Татьяна Спирина привезли несколько пакетов с вещами для женщин и девочек. Это повседневная и верхняя одежда, а также обувь. Приехали, привезли вам одежду и вот к чаю вам. Огромная благодарность, огромная благодарность, тем более все вещи, которые сезонные, которые нам сейчас нужны. Спасибо большое. Представители реабилитационного учреждения рады любой помощи, ведь такая поддержка помогает им чувствовать себя нужными. Замечательный центр, нам очень понравилось. Поговорили с женщинами, которые находятся в трудно-жиженной ситуации, как они живут и условия, в которых они проживают, очень приближенные к семейным, к домашним. Дети учатся, сами они обучаются, получают профессию. Администрация Ленинского городского округа помогает реабилитационному центру не только вещами. В этом году были выделены средства на реконструкцию веранды, смонтированные ящики, где теперь хранятся расходные материалы и еда. 52 фотографии. Настоящая ретроспектива жизни Дворца культуры с момента открытия и до наших дней. В сквере «Юность» открылась новая экспозиция. Подробности в репортаже Екатерины Борисовой. Дворец культуры «Жемчужина города Видное» так называется, новая выставка, которая разместилась в сквере «Юность». Она приурочена к 65-летию учреждения. Правда, надо сказать, в этом году ДК исполнится уже 66. Пандемия внесла свои изменения, и мы в прошлом году не смогли организовать эту выставку, но решили в этом году не проходить мимо, все-таки этот момент отметить. На выставке представлены 52 фотографии из архивов ВКЦ и Дворца культуры. Это настоящее фото ретроспективы ДК с момента строительства и открытия в 1955 году по наши дни. Величественное здание в стиле сталинского ампира спроектировал архитектор Борис Ефимович. Там была и лепнина у нас выполнена, и панно очень красивые, и витражи. Все оформление делал художественный фонд Союза архитекторов России. Здесь же было великолепное пространство и залы. Внизу это было фойе и лекционный зал. Сторожилы помнят, что ДК был в ту пору местом притяжения для всех, без исключения видновчан. Здесь проходили концерты, фестивали, праздничные представления, показывали кинофильмы, а по вечерам устраивали танцы. Долгое время на втором этаже располагался ЗАГС, поэтому регистрировать отношения и рождение детей также приходили сюда. Все это отражено в снимках на первых двух стендах экспозиции. Далее мы показываем как раз тех артистов, которые выступали на сцене Дворца культуры. Это и народный артист Марков, Леонид Марков, и артисты театра Ромэн, Марина Ладынина, ведущая артистка того времени, Буфи Орлова, которая блистала тогда, это и Жонов известный такой артист, и Николай Озеров, спортивный комментатор. Два последних стенда посвящены кружкам, студиям и творческим коллективам Дворца культуры, многие из которых успешно продолжают свою деятельность и сейчас. Получить народные звания нужно было иметь свою программу, которая была утверждена и которую каждый год нужно было подтверждать соответствующим репертуаром и прочее, прочее. Добиться этого звания народного коллектива было очень тяжело. И вот в Доме культуры работало около пяти таких народных коллективов. В нескольких из них в цирковом коллективе «Фантазия» Тамары Курхиной театральной и хореографической студиях занималась детстве и бессменный художественный руководитель народного театра ТВИТ Лариса Гейлис. После окончания Института культуры в 1976 году она вернулась ДК уже в качестве педагога. А с 1990 по 2015 руководил учреждением. За моё руководство мы создали хореографию. Очень тогда задачу поставил Тимофеев, директор завода. Мы же заводскими были. Развить это хореографическое творчество. Мы эту студию создали, которая по сей день украшает все наши концертные площадки. Мозаика. Сейчас во Дворце культуры работают 19 студий, в которых занимается более 500 человек. Их тоже вы увидите на выставке. Оценить экспозицию можно до конца октября. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В историко-культурном центре состоялась встреча представителей фонда правопорядок ЩИТ и сотрудников школ Ленинского городского округа обсудили вопрос взаимодействия в рамках патриотического воспитания молодежи. Фонд, который объединяет ветеранов вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, вот уже более 20 лет успешно реализует ряд военно-патриотических проектов. Поскольку мы находимся в Москве, у нас до сих пор мы работали с московскими школами. У нас практика была такая, то есть департамент образования оповещал школы, что к вам обратятся из фонда и по каким-то праздникам приходили ветераны и рассказывали о войне, не только о войне, о создании милиции и так далее, и так далее, на патриотический тем. У нас в такой резерве большой есть контингент, ну, небольшой, интересных людей, героев Советского Союза, но ветеранов войны там уже, к сожалению, совсем почти не осталось, но афганцы, сотрудники Вымпела, депутаты Верховной нашей Государственной Думы, которые приходят, заслуженные люди, орденоносцы. В этом году фонд начинает работу и со школами Московской области. Ленинский городской округ первый в очереди, ведь именно с местной муниципальной ветеранской организации уже подписано соответствующее соглашение. Мы не для галочки работаем, и действительно, наша задача, чтобы у ребят что-то в голове оставалось. Мы можем ответить на, что такое вообще служба, что такое разведка, как это, к чему относится, и на каких-то примерах, и даже к жизни своего опыта, подтолкнуть ребятам к более правильному исполнению и пониманию как и истории, которые сейчас очень сильно пытаются поиграть, так и к пониманию соответственно тех процессов и особенно выявлению правильной информации, даже в интернете читаю. Уроки мужества и другие подобные мероприятия в учебных учреждениях округа проходили всегда. Представители же фонда предлагают вывести тематические встречи на новый уровень, организовывать их таким образом, чтобы старшеклассники имели возможность личного общения с сотрудниками внешней разведки. Проект безусловно нужный, потому что люди с опытом, с поколением, тем более достойные представители силовых структур всегда в школе были и в современном мире, тем более это очень актуально для молодежи, нужно видеть героев в лицо. В рамках проекта фондом сейчас организована выставка, посвященная столетию внешней разведки, рассказывающая о героях этой службы. Ее также планируется возить по школам, чтобы наглядно знакомить старшеклассников с выдающимися личностями. Сегодня во всем мире отмечают День Белой Трости, символа незрячего человека. Жизнь на ощупь многим сегодня представляется как ограничение. Однако для того, чтобы достичь успеха в своем деле видеть необязательно. На сцене Центральной районной библиотеки состоялся концерт, главным артистом которого стал слепой музыкант. Концерт, на котором можно почувствовать мир через музыку. В День Белой Трости на сцене районной библиотеки выступил Рустам Каблахов. Незрячий с рождения баянист стал для слушателей проводником в страну звуков. Вместе с ним гидами выступили его коллеги-музыканты Ксения Крутова и Дарья Уляшина, с которыми у Рустама сложился коллектив Сашки-Наташки. Хочется как никогда раньше вложить всю свою душу в то, чтобы люди услышали через звуки то, что мы хотим им донести. Рустам неоднократно становился героем наших сюжетов. Недавно он был удостоен стипендии президента Российской Федерации. Много лет занимается музыкой, преподает в Центре культуры совхоза имени Ленина, играет на пяти различных музыкальных инструментах и планирует осваивать новые. У него все получается и мы, родители, во всем его поддерживаем. Сейчас очень нравится ему гобой, духовой инструмент. Если у него получится, если он захочет, мы для него сделаем, будет у него инструмент и все. Вот он до сих пор ищет и находит что-то новое для себя. Концерт продолжался около полутора часов. Со сцены звучали задорные народные песни, спокойные баллады и даже популярные музыкальные композиции в неожиданной аранжировке. Главное быть сосредоточенным на музыке и при этом ее передавать каким-то образом зрителям. Сегодня, наверное, заметили на концерте, когда я играл инструментальное пупури, там было небольшое замедление с раскачкой и действительно было слышно, что публика поддерживает, хлопает. Это было приятно. Мы живем в мире полном различных звуков, но часто не обращаем на них никакого внимания. Для Рустама музыка – один из способов увидеть мир и подарить ему свои эмоции и знания. Александра Столярова, Константин Бролов, Ольга Садовская. Вид на это. В центральной библиотеке стартовал новый проект под названием «Культура Японии». На занятиях участники студии познакомятся с историей страны восходящего солнца, основами каллиграфии, оригами и попробуют выучить непростой японский язык. Руководитель студии Елена Жаворонкова много лет преподавала в культурном центре Москворечья. На первом занятии участники клуба «Любители Японии» узнали об особенностях написания первых букв японской азбуки. «Азбука слоговая, то есть каждый значок это слог, открытый слог. Вот там сзади у вас висит таблица, потом мы его послушаем. А, И, У, Э, О. Второй ряд. К, 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 К. Выводить иероглифы ученики тренировались с помощью специальных прописей. Преподаватель подходила к каждому ученику и помогала, потому что письменность в Японии это настоящее искусство. Это означает восток, да? Иероглиф восток, восток, вот. Солнце сквозь дерево, солнце встает, на восток велико запомнили. Помимо написания, Елена Жаворонкова познакомила участников студии с фонетикой японского языка. Для полного представления о произношении преподаватель включал аудиозаписи. Занятия студии культуры Японии будут проходить каждую неделю по воскресеньям в 15.00. Уже несколько лет в Центральной библиотеке базируется инклюзивный клуб «Дорога в жизнь», где люди с особенностями вместе со своими обычными ровесниками занимаются искусством и арт-терапией. На одном из концертов участников клуба побывала наша съемочная группа. На несколько часов актовый зал Центральной библиотеки превратился в площадку дискотека 80-х. На сцену вышли участники клуба «Дорога в жизнь». Ребята с особенностями развития, которым каждое движение зачастую дается очень нелегко, готовились к этому музыкальному празднику более двух месяцев. Репетиции у нас проходят все на ура, все проходят весело, все получают заряд положительных эмоций, энергии, поэтому репетиции длятся не меньше трех-четырех часов. Со сцены прозвучали хиты 80-х, всеми любимые песни, летящие походкой, детство, новый поворот, «Птица счастья». Их слова знают все, и зал пел вместе с артистами. Исполнение было таким искренним, что казалось, будто включили машину времени. Все в точности, как 30-40 лет назад. И костюмы тоже. Мне, конечно, помог клуб, он мне собрал полный лук для моего концерта, и вот кроме штанов и кроссовок, это все, ну, это мое, а вот это вот мне отдали. У ребят с нарушениями ментального развития особое видение мира и через песню они передают свои эмоции. Роберт Маритов признается, что каждый раз, когда выходит на сцену, он испытывает целую гамму чувств. Есть уверенность, наверное, она куда-то свыше идет, вот, даже если, когда какие-то слова забываются, потом они, есть надежда еще, чувство надежды, что все пройдет, все будет хорошо. Помогали артистам и волонтеры. По словам руководителя клуба «Дорога в жизнь» Елены Толстокоровой, дружба обычных ребят с особенными творит чудеса. Особые дети, они смотрят, ну, во-первых, это принятие, то есть они видят, когда принятие норматипичных, они более раскрываются, что их принимают, любят такие, какие они есть. А норматипичные, они учатся, как помогать этим особым детям. В ближайших планах участников клуба следующий концерт и даже название уже придумано. Музыка, кино. Следите за афишами. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова